Как будет выглядеть наше ближайшее будущее? О тонкостях в градостроительном кодексе Российской Федерации. В России прошло заседание Совета Российского Союза Ректоров. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Сабина Гасанова. Набережный Челнинский институт КУФУ отправился на выездную профильную смену на базе отдыха «Лесная сказка». В рамках мероприятия студенты экономического отделения встретились с представителями акционерного общества КАМАЗ, провели несколько деловых игр и смогли на практике ознакомиться с экономическими ролями на «Автогиганте». В России прошло заседание Совета Российского Союза Ректоров. Основной темой для обсуждения стал уход из баллонской системы. Подробности смотрите далее. В России прошло заседание Совета Российского Союза Ректоров. Обсуждался самый главный вопрос дня – формирование национальной системы высшего образования и уход от баллонской системы. Прежде всего, речь идет о возвращении специалитета взамен бакалавриата и магистратуры по некоторым направлениям, перечень которых будет готов к 2024 году. Пока Министерство образования и науки сообщило, что хочет ограничить выбор направлений для поступления в магистратуру, ведь несоответствие профиля степеней негативно сказывается на качестве образования. В погоне за вот этой модой на бакалавриат мы перевели все программы. В результате попытки ряда вузов втиснуть в четырехлетний бакалавриат содержание прежних пятилетних программ иногда привело к снижению качества образования, несистемным знаниям у студентов. И в итоге, по ряду направлений, часть вузов, если посмотреть, мы в итоге вернулись с вами, только в другой форме. Давайте отвяжем бакалавриат, вернее специалитет и сделаем его нормальным, полноценным, самостоятельным уровнем образования, у которого будут такие же права, как и у бакалавриат. И посмотрим, дадим возможность выбирать абитуриенту, работодателю, университету свободу дадим. И мне кажется, что это как раз расширение тех возможностей, о которых идет речь, потому что наша с вами задача создать такие возможности. Ключевой принцип баллонской системы – это мобильность студентов, возможность обмена, когда учащийся мог на полгода-год уехать в вуз в другой стране без каких-либо экзаменов. Это позволяло не только российским студентам учиться в европейских вузах, но и иностранным студентам учиться в России. 20-летний опыт реализации базовых принципов этой образовательной системы показал, что часть из них оказались недостаточно эффективными. Сейчас признание российских дипломов на Западе стало неактуальным, поэтому пришло время создавать свою систему. Задача российского государства, конечно же, сформировать свою собственную систему образования. Возможно, что-то возродить, то, что было утеряно со времен Советского Союза. Не надо выплескивать вместе с водой из купели ребенка. Есть хорошие моменты и в двухуровневой системе образования. Существование двухуровневой системы и специалитета, как одноуровневая система, закреплено в федеральном законе об образовании. Профильный комитет Думы по науке и высшему образованию вместе с правительством России уже начал работу над практическими шагами по выходу из баллонской системы. Следующим шагом может быть изменение или отмена ЕГЭ, а также повышение уровня системы образования в целом. Алина Красильникова, Тимур Табаров, Универньюз. Как будет выглядеть наше ближайшее будущее? О тонкостях в градостроительном кодексе РФ и отмене согласования фасадов городов расскажет наш корреспондент Карина Саяхова. С 1 сентября Казань вместе с рядом других городов, за исключением трех определенных, лишится процедуры согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Вице-премьер России Марат Хуснулин решил упразднить процесс согласования проектов застройки с муниципалитетами. Соответствующий момент имеется в пакете поправок к градостроительному кодексу страны, которые могут начать действовать уже с осени. Возможность согласования архитектурно-градостроительного облика города может остаться только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. На взгляд обывателя может показаться, что исключение сделали лишь городам федерального значения, где своевольность недопустима. Для столицы республики Татарстан и других городов, где такое согласование было обязательным, действует отсрочка, которая истекает через три месяца. На мой взгляд, это не приведет к улучшению архитектуры российских городов, это однозначно. Потому что уже сегодня можно наблюдать, там, где нет архитектора в малых поселениях, среда, конечно, деградирует. Но, конечно же, архитектурную составляющую я бы не отменял так лихо и не оставлял бы только в трех городах. С точки зрения архитектуры, архитектурного наследия и значимости городов, чем, не знаю, Казань, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург отличаются от Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга. В сокращении административных барьеров есть несколько существенных нюансов. Один из которых – как в конечном итоге будут выглядеть города, если архитекторы станут реализовывать свои проекты без оглядки на градостроительное окружение? Вследствие этого напрашивается еще один не менее важный вопрос. Чем же обусловлен выбор городов, претендующих на грамотные архитектурные решения? Ведь региональные ничем не хуже. По словам архитектора Гульнара Акбаровой, в городах без архитектурного согласования может начать прорастать самый настоящий беспредел. В таком случае отмена согласования фасадов окончательно развяжет руки невежеству. Если вот такая утопия настанет у нас, что все это отменяется и каждый делает, что хочет, мы просто будем жить в хаосе, в помойке. То есть у нас есть в России такие регионы, где архитектурная деятельность, согласование архитектурных объектов полностью упущено. По факту это такие фавеллы. Кто что хочет, тот то и делает. На данный момент в республике продолжают действовать методические рекомендации к обмену Татарстана о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Требования установлены на основании градостроительной документации, местных нормативов, правил землепользования и застройки. Последние и не позволят выпустить ситуацию из-под контроля. Карина Савяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз. По информации издания The Washington Post, глава Китайской Народной Республики Сидим Пин поручил своим коллегам придумать, как помочь России финансово, не нарушая при этом режима санкций. Подробности выясняла наш корреспондент Маргарита Михайлова. В конце текущей недели издание The Washington Post выпустило материал с эксклюзивной информацией от своего источника о том, что глава Китайской Народной Республики Сидим Пин поручил своим коллегам придумать, как помочь России финансово, не нарушая при этом режима санкций. Россия для Китая является достаточно важным партнером и важным элементом в сдерживании Соединенных Штатов Америки, особенно в военной сфере, потому что экономический Китай сам к себе достаточно силен, а вот в военной сфере союз как раз с Россией, военный союз, он для Китая является очень важным. Отношения России и Китайской Народной Республики сложились в результате череды исторических событий. Благодаря поддержке СССР КНР оформилась как государство. Во второй половине 20 века коммунистические партии Китая и Советского Союза плотно сотрудничали. И хотя эти отношения временами охладевали, между двумя государствами образовалась тесная связь. Если анализировать текущую ситуацию, то, конечно, для Запада факт сближения России и Китайской Народной Республики очень болезненный. Совершенно понятно, что Запад этого сближения совершенно не хочет и будет любыми путями этому препятствовать. Потому что совершенно очевидно, что если произойдет тесное единение России и Китая, то это будет очень мощный противовес во всей западной системе. На данный момент никаких официальных подтверждений информации о том, что Китай попытается обойти санкции Евросоюза, нет. Однако эксперты отмечают, что это вполне вероятный сценарий, поскольку КНР и Россия – давние политические партнеры. В 2001 году странами даже был заключен договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве сроком в 20 лет. Эксперты подчеркивают, с точки зрения дипломатии, это наивысшая характеристика близости двух государств. Маргарита Михайлова, Универньюз. Абрам Иофи внес бесценный вклад в укрепление обороноспособности страны во время Великой Отечественной войны. О открытиях великого ученого узнаем далее. Абрам Федорович Иофи – русский советский физик, академик, именуемый отцом советской физики. Во время Великой Отечественной войны, благодаря стратегии Иофи, в развитии радиолокации, размагничивании кораблей, бронезащите, физико-технический университет быстро переориентировал свои ресурсы. Короткий срок ученые начали работать в Казани в условиях эвакуации. Как директор института, Абрам Федорович строго оценивал, каким направлением исследований необходимо дать первенство в данный момент, и переводил сотрудников в лабораторию соответственно оборонным задачам. Одним из самых крупных достижений Абрама Федоровича была работа по защите боевых кораблей от магнитных мин и торпед. Известно, что ни один корабль, снабженный системой противоминной защиты, не подорвался на вражеской мине. Также Иоффе курировал проект, который был посвящен изучению электрических и тепловых свойств полупроводников. Результаты исследований помогли создать партизанский котелу – термоэлектрический генератор, предназначенный для питания радиостанций в партизанских отрядах и разведывательных группах. Абрама Иоффе можно по праву считать создателем советской физической школы, которая воспитала многих блестящих ученых-теоретиков и экспериментаторов. Абрам Федорович был не только гениальным ученым, но и обладал недюжинными организаторскими способностями. Умел находить и привлекать к работе молодые таланты, пропагандировать науку, увлечь коллег мечтами о будущем технике. Арина Галямова, Универтньюз. На этом все. В студии была Сабина Гасанова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!